Ну что ж, собственно, сегодня с нами глава аналитического управления банка, ну точнее банка, компания Unicredit Securities, подразделение банка Unicredit, Руслан Баташов, и он предлагает продавать акции ВТБ и даже, собственно, при соблюдении некоторых предосторожностей сыграть на это понижение. Ну, собственно, как можно играть на понижение курса акций? Понятно, как можно зарабатывать деньги, когда акции растут. То есть ты покупаешь бумагу, держишь ее, и когда она вырастет в цене, продаешь. Но можно точно так же играть и на понижение акций. Смотрите, у меня нету, допустим, бумаги какой-либо, но я могу одолжить ее у своего брокера. Я одолживаю бумагу у своего брокера и продаю ее, ну, допустим, по условной цене в 20 рублей. Дальше она падает в цене и стоит уже, допустим, 15 рублей. В этот момент я ее покупаю. Таким образом, смотрите, какой у меня баланс по счету. 20 рублей я продал бумагу, я получил 20 рублей и потратил на ее покупку 15. Я в прибыли на 5 рублей, ну, собственно, не имея никакой бумаги, бумагу я возвращаю брокеру и зарабатываю, грубо говоря, на пустом месте, просто на падении акций. Но с некоторыми предосторожностями такую операцию считает в Unicredit Securities. Сейчас можно провести с ВТБ. Давайте послушаем. Мы рекомендуем продавать акции ВТБ. Рекомендуем их продавать, в принципе, с апреля. Единственное, что нового произошло, на мой взгляд, это мы обнаружили, что по двум, как минимум, так называемым, loan participating notes, или там, давайте называть их европандами для простоты, у ВТБ может произойти дефолт. Как только Банк Москвы начнет финансовое оздоровление, как только в Банке Москвы начнется финансовое оздоровление, это будет являться триггером для дефолта по двум, как минимум, европандам. Я думаю, что на самом деле этот риск еще рынкам до конца не понял. И, в принципе, это как раз оставание для падения стоимости акций. То какой цифрой они могут упасть? Но я думаю, что, в принципе, от дальнейших действий, от дальнейшего развития событий, также может оказаться, что мы неправы, и это не есть состояние дефолта, потому что ВТБ говорит, что это не так. Но хотелось бы увидеть legal opinion. Но если, грубо говоря, мы правы, то я думаю, что 10-15% вниз, это просто очень легко. То есть где-нибудь до 5-25% за GDR, это запросто можно в стоимость сходить. Когда это должно быть? Я думаю, что это должно быть в течение месяца, потому что именно в течение месяца до конца июля должно начаться финансовое оздоровление банка. Если уж вы хотите шортить что-то, то свои риски уменьшите. И тогда уж, если шортить ВТБ, то тогда нужно в лангах быть по, допустим, Номасу или по Сберу. Что может представлять риск для позиции шорт в ВТБ? Это, ну, очевидно, если мы не правы, да, потому что официальный лигалопинин от этого отсутствует. Но если, допустим, мы окажемся не правы, и наше понимание проспекту этих евробандов не соответствует действительности, то, в принципе, скорее всего, там столько дальше падать не будет. Вот, это так. С другой стороны, в этом случае риск там, ну, даунсайд маленький, да, у ВТБ, если мы не правы. Вот, с другой стороны, я особые обсайды не вижу у акций ВТБ, потому что, ну, во-первых, разочарование инвесторов именно ВТБ по результатам покупки банка Москвы достаточно сильное, и трудно будет ВТБ новых инвесторов привлечь, да. Ну, вот, собственно, таким же образом можно сыграть сейчас на понижении акций банка ВТБ, потому что ВТБ грозит дефолт, но дефолт не в том смысле, что ВТБ не будет платить по облигациям, он в том смысле, что он будет обязан погасить их досрочно. Это довольно большой риск, он может повлечь за собой, собственно, ну, для ВТБ необходимость привлечения миллиарда с лишним долларов. Рынок, еще считают, Винникейд это не верит, не понимает эту возможность. Следовательно, может сыграть на понижение сейчас продать акции за дорого, с тем, чтобы потом купить их дешевле. Собственно, сейчас стоимость глобальной депозитарной на списке 5,9 долларов может упасть до 5,25. Таким образом можно заработать до 10-15% за месяц, но надо понимать, что это дико рискованная ставка, потому что это, конечно, может и не сработать, и для того, чтобы снизить риски, можно сделать такую комбинацию. Поставить на падение ВТБ, но при этом купить акции сберегательного банка или банка Номос. Почему? Если вдруг появятся инвесторы, которые будут покупать акции банков, и акции банков будут расти, будут расти и акции банка ВТБ. И мы, которые поставили на их снижение, будем терпеть убытки. Но эти убытки мы компенсируем за счет роста других банковских акций. За счет роста акций Сбербанка или Номосбанка, которые, скорее всего, будут расти даже более быстрыми темпами, чем вдруг, если будет расти ВТБ. Таким образом мы захиджируемся, как говорят, застрахуемся, то есть по-русски, от возможных потерь. И сможем ставить на снижение курса акций ВТБ более-менее комфортно.